ПАУКИ Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопрос, о чём говорится в диалоге. На лекции чтения мы будем подбирать неверного по смыслу ответа с текстом из четырёх данных вариантов. ПАУКИ Итак, в этом задании нужно ответить на вопрос, о чём говорится в диалоге. Давайте сначала для этого переведём на русский язык. И АПАТЫЕ САРАЮ? Вы живёте в этих АПАРТАМЕНТАХ? Мы бы спросили, вы живёте в этом доме, но в Корее принято говорить АПАТЫ, АПАРТАМЕНТЫ. То есть вы живёте в этих АПАРТАМЕНТАХ? НЕЙ, УЧИНЕ САРАЮ? Да, я живу на пятом этаже. Итак, ключевые слова этого диалога будут АПАТЫ, АПАРТАМЕНТЫ или ДОМ и УЧИНЕ САРАЮ – живу на пятом этаже. И о чём же говорится в диалоге? Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Итак, этот человек живёт в этом доме на пятом этаже. То есть оба собеседника говорят о чём, о месте, где живёт второй собеседник. 정답, значит, правильный ответ номер один, 10. 11번 안녕하세요. 김준호입니다. 반갑습니다. 저는 이지영입니다. Давайте переведём на русский язык. 안녕하세요. Здравствуйте. 김준호입니다. Меня зовут 김준호. 반갑습니다. Рада познакомиться. 저는 이지영입니다. Меня зовут ИЧИ ЙОНГ. Итак, ключевые слова этого диалога будут имена. 김준호 и ИЧИ ЙОНГ. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. В этом диалоге оба собеседника друг другу представились и назвали свои имена. 정답, правильный ответ номер один. 이름. 12번 Давайте переведём на русский язык. Ключевые слова этого диалога будут СУБАК, арбуз, ПОДО, ВИНОГРАД. Итак, о чём же говорят собеседники? Давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один. ЧЕСО, овощи. Номер два. КУАЭЛЬ, фрукты. Номер три. КУАЗЯ, печенье. Номер четыре. КУГИ, мясо. Итак, СУБАК, арбуз, ПОДО, ВИНОГРАД принадлежат к одной категории. Это будут фрукты. ЧЕОНГДАП. Правильный ответ номер два. КУАЭЛЬ. Но давайте ещё посмотрим немножко на лексику. Если это овощи, ЧЕСО, то какие слова мы могли бы услышать в диалоге? Это могут быть ОИ, допустим, огурцы, либо ЯМПА, лук. КАТЕГОРИЯ КОГИ, мясо, относится ТВЕЙЧИКОГИ, свинина, либо СОГОГИ, гавядина. 13번. ДОНСЕНГЫН МЕЩСАРИЕЙ? 저보다 두 살 적어요. Давайте переведём диалог на русский язык. ДОНСЕНГЫН МЕЩСАРИЕЙ? СКОЛЬКА ЛЕТ МЛАДШИМУ БРАТУ? ЛИБО МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ, КАК МЛАДШИЙ СЕСТРЕЕ. 저보다 두 살 적어요. Она или он младше меня на два года. Ключевые слова этого диалога будут 몇 살, сколько лет, и 두 살 적어요, на два года младше. Итак, о чём же говорят собеседники? Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. НОМЕР АДИН. НАИ, ВОЗРАСТ, НОМЕР ДВА. БОНО, НОМЕР, НОМЕР ТРИ. НАЛЬЧА, ДАТА, НОМЕР ЧИТЫРИ. СИГАН, ВРЕМЯ. 정답. Правильный ответ номер один. НАИ, ВОЗРАСТ. 14번. Давайте переведём на русский язык. СОУЛЕСО ТЕОНАССАЮ. ВЫ РОДИЛИСЬ СЕУЛЕ? АНИЕЙО. НЕТ, ВУСАНЕСАЮ. Я РОДИЛАСЬ В ПУСАНЕ. ИЛИ НЕТ, В ПУСАНЕ. Итак, ключевые слова будут СОУЛЬ, СЕУЛ, ТЕОНАССАЮ, РОДИТСЯ, И ГОРОД ПУСАН, ПУСАН. Итак, о чём же говорят собеседники? Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. НАРА, СТРАНА. Номер два. ХЮИЛЬ, ПРАЗДНИК или ВЫХОДНОЙ. Номер три. ЙОХЕНЬ, ПУТЕШЕСТВИЕ. Номер четыре. ГОХЯНГ, РОДИНА. Мужчина говорил, что он родился в Сеуле. А женщина ответила, что она родилась в Пусане. То есть Сеул и Пусан будут родиной для этих собеседников. ЧОНГДАП. Правильный ответ номер четыре. ГОХЯНГ. В этом задании нам нужно выбрать из четырёх вариантов тот, который не подходит по смыслу к тексту. Давайте вместе переведём на русский язык. Итак, нам дана карта, и на ней написана ПОГОДА и также ГОРОДА. Давайте вместе внимательно посмотрим. Есть город ЧЮНЧЁН. По-русски немножко будет сложно, но переводится или звучит как ЧЮНЧЁН. И на картинке нарисовано СОЛНЫШКО, СОЛНЕЧНО, и написано САМСИПТО, 30 градусов. Затем чуть ниже есть картинка СОУЛ, то есть написан город СЕУЛ. На нём СОЛНЫШКО и ОБЛАКО, что означает ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ, и ИСИПТАЛЬТО, 28 градусов. Есть картинка ниже СЕУЛа с названием города КУАНГЧЮ. На ней нарисован ЗОНТ и ДОЖДЬ, что означает ДОЖДЬ. ИСИП ИДО, и написано 22 градуса. И последняя картинка, на ней написано ПУСАН, город ПУСАН. На ней нарисованы ТУЧИ, что означает ПАСМУРНО, и СИП ОДО, 25 градусов. Теперь давайте посмотрим на 4 предложенных варианта ответов. Номер 1. КУАНГЧЮНЕН ПИГА ОМНИДА. В КУАНЖУ ИДЁТ ДОЖДЬ. Номер 2. СОУЛИ ЧЕЙЛ ТОПСЫМНИДА. СЕУЛ САМЫЙ ЖАРКИЙ. Номер 3. ПУСАНЕН ДАЛЬСИГА ХЫРИМНИДА. В ПУСАНИ ПАСМУРНО. Номер 4. ЧУНЧЁНЕН ДАЛЬСИГА МАЛЬСЫМНИДА. В ЧУНЧЮН ЧИСТОЕ НЕБО. Итак, нужно нам выбрать ответ, который не подходит по смыслу к заданию. Давайте вместе определим его. В номере 1 было сказано, что в Куанчжу идёт дождь. И это так и есть. В номере 2 написано, что Сеул самый жаркий. Давайте посмотрим, какой же город самый жаркий. Если вы посмотрите, то в Чунчоне самая жаркая погода. Там 30 градусов. То есть это неправильный ответ. Но давайте посмотрим на номер 3 и 4. Номер 3. В ПУСАНИ ПАСМУРНО. В ПУСАНИ на самом деле ПАСМУРНО. И номер 4. ЧУНЧХОН ЧИСТОЕ НЕБО. И на самом деле там СОЛНЕЧНО, что означает, что там ЧИСТОЕ НЕБО. ЧУНДАП. Значит, НЕВЕРНЫЕ ПО СМЫСЛУ УТВЕРЖДЕНИЯ – это номер 2. СОУРИ ЧЕЛЬ ТОПСЫМНИДА. Это и есть наш правильный ответ. Давайте переведём на русский язык. В этот раз у нас перед нами программа. Итак. КЕЙБИСИ ТИБИ ПРОГРЕМ. Программа КЕЙБИСИ ТИВИ. Затем идёт СИГАН. ВРЕМЯ. И рядом идёт ПАРВОЛЬ, ЦИРИЛЬ, КЫМ, КМЬОЭЛЬ. Это означает седьмого августа в пятницу. Итак. ВРЕМЯ. СИПКУСИ. Семь часов. Драма. Сериал. УРИЧИП САРАМДЕЛЬ. Люди в нашем доме. Затем в колонке ВРЕМЯ идёт ИСИПСИ. Восемь часов вечера. КЕЙБИСИ НЮСЫ. Новости КЕЙБИСИ. И дальше идёт в колонке ВРЕМЯ ИСИП ИЛЬСИ. В девять часов вечера. ЙОНГВА. ЙОРЫМ КИЧЯ. КИНО. ЛЕТНИЙ ПОЕЗД. Теперь давайте посмотрим на четыре вариантов ответов. Номер один. ЙОНГВА НЕН НЮСЫ ЧОНЫ АМНИДА. КИНО ПОКАЗЫВАЕТ ДО НОВОСТЕЙ. Номер два. ДРАМА НЕН ХАН СИГАН ЧОНГДУ ХАМНИДА. СЕРИАЛ ИДЮТ ОКОЛО ОДНОГО ЧАСА. Номер три. НЮСЫ НЫН ЧОНЬЁК ЙОДОЛЬСИЕ СИЧАКОМНИДА. НОВОСТИ НАЧИНАЮТСЯ ВОСЕМ ВЕЧЕРА. Номер четыре. ПАРУОЛЬ ЧИРИЛЬ ПАМЕЙ ЙОНГВАРЫ ПОЛЬСУЕСЫМНИДА. СЕДЬМОГО АВГУСТА ВЕЧЕРАМ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ КИНО. ИТАК, КИНО ПОКАЗЫВАЕТ ДО НОВОСТЕЙ. ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ. НОВОСТИ У НАС ВОСЕМЬ, А КИНО В ДЕВЯТЬ, ТО ЕСТЬ ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ. ЗНАЧИТ, ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ НЕВЕРНОЕ. НО ДАВАЙТЕ НА ВВЯЯКИ СЛУЧАЙ ПРОВЕРИМ ЕЩЁ ТРИ ОСТАВШИХСЯ ВАРИАНТА. НОМЕР ДВА. СЕРИАЛ ИДЁТ ОКОЛО ЧАСА. ИТАК, СЕРИАЛ НАЧИНАЕТСЯ В СЕМ ЧАСОВ, И ПОТОМ ИДУТ НОВОСТИ, КОТОРЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВОСЕМ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО СЕРИАЛ ИДЁТ ОКОЛО ОДНОГО ЧАСА. НОМЕР ТРИ. НОВОСТИ НАЧИНАЕТСЯ В ВОСЕМ ВЕЧЕРА. ДА, ПО ПРОГРАММЕ ОНИ НАЧИНАЕТСЯ В ВОСЕМ ВЕЧЕРА. Номер четыре. Седьмого августа вечера можно посмотреть кино. Оно так и есть, потому что в девять вечера седьмого августа будет кино «Летний поезд». Чонг-дап. Неверное по смыслу утверждение это номер один, что и есть наш правильный ответ. Давайте переведем на русский язык. Итак, перед нами объявление. Ресторан «Счастье» открылся. Чирволь ирильпута с первого июля. Чирволь самсибирэлькадзи до тридцать первого июля. Сонуры даримнида. Даем подарки. И дальше идет меню. И дальше написано. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. В течение одного месяца можно получить подарок. Это утверждение правильное, потому что с первого июля по тридцать первого июля можно получить подарок, что означает «в течение месяца». Номер два. Воскресенье – ресторан не работает. Это тоже правильное утверждение, потому что было написано, что воскресенье – выходной. Номер три. Овуэ нэн после обеда кальбитангва пибимпабэ капси кацимнида. Кальбитан и пибимпаб по одной цене. Но кальбитан и пибимпаб и даже нэнмён могут быть по одной цене, если их заказать до 12 часов, что является до обеда. Поэтому номер три – утверждение неверное. Но давайте посмотрим еще на вариант четвертый. О чёны нэн до обеда нэнгмёнэн у чён вонэй богульсуэйсимнида. Можно заказать или можно съесть нэнмён за пять тысяч вон. Это утверждение правильное, потому что все меню до обеда стоит пять тысяч вон. Чонгдап. Значит, правильный ответ номер три. Сегодня на лекции аудирования мы с вами смогли найти правильные ответы на вопрос, о чём говорится в диалоге. Для этого нам нужно было найти ключевые слова диалога и понять, в какую одну категорию их можно определить. Сегодня на лекции чтения мы с вами научились находить неверные по смыслу ответы среди четырёх данных. Для этого нужно полностью понять смысл данных нам картинок или объявлений. На одной была погода, на другой – телевизионная программа и ещё на одной – объявление об открытии ресторана. Теперь вы знаете, как понимать прогноз погоды, телевизионную программу и читать короткие объявления. Спасибо и всего вам хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова